Всем привет! С вами Русалина. Мы на видеоканале, который посвящен лепке из полимерной глины. А в сегодняшнем мастер-классе мы будем создавать вот такие легкие невесомые сережки в виде цветов ириса. Мы будем создавать с вами сложные пласты с переходом цвета. На основании этих пластов делает трость. Трость у нас будет необычная, с имитацией прожилок. И эту трость вы можете использовать не только для создания ирисов, но и использовать в изготовлении цветов. А мы приступаем к мастер-классу. Для работы нам понадобится полимерная глина цвета коралл, сиреневого цвета, серо-голубого, салатового, белого и розового, лезвие, шило, стек конусообразный, скалка или паста машина, жидкая пластика, флок желтого цвета, фурнитура и инструмент для сборки. Полимерную глину розового и персикового цвета мы берем в равных пропорциях, а белой глины мы берем в два раза меньше. Это не чисто белая, это 0,1 номер цернити, то есть белый с восковым эффектом. Делаем одинаковые по толщине и по высоте прямоугольники. Ширина может быть разной. В прямоугольнике лежат такой последовательности. Персиковый, розовый, белый. Крайний, белый и персиковый мы делим ровно по диагонали, а вот розовый мы делим на треугольники. И все надрезанные части мы накладываем друг на друга. Все соединенные треугольники мы укладываем в единый пласт так, чтобы получился прямоугольник из трех треугольников. Полученный трехцветный пласт мы немножечко прикатываем скалкой, растягиваем руками, чтобы его утончить. И только после этого мы раскатываем его на паста машине. Раскатку начинаем с максимальной толщины. Максимальная толщина у меня равна 2,5 мм. Раскатываем пласт, складываем его пополам и местом сгиба мы вставляем зазор между роликом и пастом машины. Вставляйте всегда местом сгиба. Так вы избежите лишних пузырьков воздуха, которые могут образоваться, если вы будете прокатывать в обратную сторону. Мы с вами должны получить пласт с плавным переходом цвета от персикового к белому. Постепенно вы уменьшаете зазор между роликом и пастом машины еще на 2 градации. И как только вы достигнете пласта с плавным переходом цвета, вы его складываете пополам, еще раз пополам и еще раз пополам. Вы должны получить полоску не больше 2 см шириной. И теперь эту полоску вы пальцами начинаете ужимать. Вы должны достигнуть пласта толщиной всего лишь 5 см. Я ужимаю этот пласт, опирая его стороны на что-то твердое, чтобы можно было равномерно давить со всех сторон. Постоянно переворачиваю и с равномерной силой, с одинаковой, я давлю на каждую сторону, чтобы пласт имел прямоугольную форму и был ровным со всех сторон. После того, как я ужала пласт до 5 см в ширине, я еще 2 раза прокатываю его на пастом машине, выставив расстояние между роликами пастом машины всего лишь в 1,5 мм. У вас должен получиться пласт длинный с переходом цвета. Укладываем пласт на рабочую поверхность, берем лезвие и начинаем нарезать полосочки шириной буквально в 1 см на протяжении всего пласта. Мы отрезали первую полосочку и наложили ее на пласт со смещением. Полоски могут накладываться друг на друга со смещением вверх и вниз. Укладывайте полоски на разном расстоянии друг от друга. Какие-то смещайте выше, какие-то смещайте ниже. И каждая следующая полоска, которая будет накладываться, она должна иметь разную высоту. За счет того, что у нас происходит такое смещение полосок, мы получим трость с прожилками. У нас не будет четкого перехода цвета, у нас не будет ровной линии, у нас все полосочки будут смещены и будет создаваться эффект внутренних прожилок в будущих лепестках. Когда все полосочки у вас уложены, нам нужно будет сформировать трость, ужать ее и вытянуть ее до диаметра в 2 см. Если вы видите, как у меня в персиковой части большие пустоты, то можно срезать и персиковую часть, и белую часть от трости, если вы понимаете, что при ужатии этот край будет деформироваться. Если там слишком много пустот, значит просто срежьте этот край. Сейчас мы трость ужимаем пальчиками. Обратите внимание, как это делаю я. Я равномерно давлю четырьмя пальцами двух рук, большим и указательным. Сначала давлю на середину трости и постепенно, переворачивая трость каждый раз, я ее вытягиваю от середины к краям. Сейчас трость я сильно не буду вытягивать, я ее оставлю диаметром в 2 см. Пока отложу в сторону и приступлю к созданию следующей трости, которая будет состоять из сиреневого, серо-голубого и белого цвета. Я их укладываю в такой последовательности. Сиреневый, серо-голубой, белый. Те цвета, которые у нас по краям, мы делим по диагонали, как и в первый раз. И тот цвет, который находится у нас внутри, это серо-голубой, мы разрезаем треугольниками. Накладываем надрезанные части друг на друга и, как и в первый раз, укладываем треугольники в единый пласт, прокатываем скалкой. И затем уже с помощью пастомашины мы делаем аналогичные действия. Утончаем пласт, делаем пласт переходом цвета, затем мы его ужимаем и раскатываем на толщине в 1,5 мм. Опять же делаем длинный пласт, который мы будем разрезать на полоски. И делаем точно такую же трость, как мы делали кораллово-розовую, но только уже другого цвета для нижних лепестков. Здесь я повторяться не буду, все действия аналогичны. Просто смотрите за процессом, наблюдайте и повторяйте вместе со мной. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Две трости у нас готовы. Так как цветы у нас будут маленького размера, значит мы от каждой из тростей отрезаем небольшую часть, примерно сантиметр шириной трости и аккуратно пальцами ее утончаем и ужимаем до размера, до диаметра в 7-6 мм. Остальную толстую трость я не трогаю, она может пригодиться вам для создания крупных цветов, как и риса, так и других цветов. Можно использовать и в лотосе, и в лилии. Трость это такая универсальная, с прожилками, очень много лепестков у нас с прожилками. Поэтому сейчас займемся созданием маленьких лепестков. Мы вытягиваем и утончаем отрезанные от основных тростей небольшие колбаски. Со стороны фиолетового цвета и цвета кораллового мы прищипываем наши трости и делаем их в срезе каплевидной формы. Для создания одного цветка нам понадобится 3 лепестка кораллового цвета и 3 лепестка сиреневого. Сейчас я нарезала лепестки сиреневого цвета из расчета на один цветок. Старайтесь нарезать так, чтобы срезы были одинаковые по толщине, чтобы максимально приблизить лепестки друг к другу в размере. Каждый из лепестков я расплющила пальцами. Опять же я слежу за тем, чтобы размер расплющенных лепестков соответствовал друг другу. И теперь я беру стек конусообразный. У меня этот стек оцернит. Вы можете взять толстую спицу, если у вас такого стека нет. И теперь обратите внимание, как этим стеком от сиреневого цвета сверху вниз к белому я начинаю вытягивать пластику и прям размазывать ее по рабочей поверхности. Лепестки у меня надежно прикреплены к рабочей поверхности. Они у меня не ездят, они у меня не отстают от рабочей поверхности. Поэтому вы смело можете этим стеком проходиться от сиреневого цвета к белому, растягивать пластику по всему краю, там где белый цвет. Таких проходов у вас может быть 10-12 штук. Вытягивайте пластику, как бы размазывая ее и делая край рваным. Лепестки мы затем отсоединяем лезвием от рабочей поверхности. И смотрите, я придаю им изгиб со стороны фиолетового цвета, немножечко прижав каждый лепесток пальцами. Как я уже говорила, аналогичным образом я сразу же делаю три лепестка для второго цветка. Стеком протягиваю пластику от сиреневого цвета к белому. Затем лезвием я просто открепляю каждый из лепестков от рабочей поверхности и придаю пальцами характерный изгиб, прижав боковые стороны в узкой фиолетовой части лепестка. Трось кораллового цвета я раскатала чуть-чуть тоньше. Это у нас внутренние лепестки и они должны быть по размеру немножечко меньше, чем лепестки фиолетового цвета. Нарезаю сразу 6 срезов одинаковые по толщине. Формирую пальцами, то есть расплющиваю пластику и формирую пальцами одинаковые по форме, по толщине и по размеру лепестки. Сразу для двух цветков. А дальше по аналогии конусообразным стыком от персиковой пластики вниз к белой растягиваем и делаем бороздочки на поверхности каждого лепестка. Здесь тоже каждому лепестку мы будем придавать характерный изгиб. Музыка. 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 Лепестки у нас готовы. Мы берем салатовую пластику и делаем основу для будущих сережек. В данном случае нам понадобятся пины с петелькой. У меня это очень длинные пины по 7 сантиметров длиной, но и 5 сантиметров тоже пригодятся. Они будут как раз в пору, чтобы не откусывать лишние стержень от пина. Мы берем небольшой кусочек салатовой глины и нам нужно сформировать капельку. Капелька эта будет находиться над петелькой. Петелька у нас должна оставаться открытой, так как в петельке мы будем подвешивать бусину. На металлическом пине у основания петельки мы делаем небольшую капельку. Советую сразу сделать две заготовки, чтобы вы были уверены в том, что размер капелек одинаковый. Иначе, когда вы закроете ее лепестками, вы уже не сможете четко подогнать вторую заготовку для сережки к первой. А теперь мы начинаем формировать сам цветок. Сначала мы формируем внутренний ряд лепестков. Лепестки у нас персикового цвета. Внутренний ряд, как и наружный, будет состоять из трех лепестков. Пин вы держите пальцами. Петелька оказалась внизу. Лепестки мы будем присоединять вверх к стержню пина. То есть, вы подхватываете лепесток за узкую его часть кораллового цвета. Наружная часть лепестка у вас рифленая, внутренняя гладкая, но у вас закрытая. Находите середину вашей салатовой капельки. И ровно к середине вы присоединяете первый лепесток за узкую его часть персикового цвета. Вы присоедините лепестки так, чтобы их боковые стороны касались друг друга. Лепесток у вас будет в форме лодочки. Но в то же время, три лепестка должны закрывать сердцевину салатового цвета. Она не должна проглядываться. И не должно быть видно капельки салатового цвета внутри сережки. Края лепестков сильно не прикрепляйте друг к другу. Делайте так, чтобы они оставались свободными. И было ощущение, что каждый лепесток отделен друг от друга. И теперь присоединяем лепестки сиреневого цвета. Они чуть большего размера. И их тоже будет три штуки. Присоединять лепестки сиреневого цвета вы будете чуть-чуть по-другому. Теперь их гладкая часть должна находиться снизу, а рифленая часть находиться сверху. И присоединяйте их в том месте, где у вас накладываются и пересекаются лепестки предыдущего ряда. То есть в стыках. Три лепестка сиреневого цвета вы укладываете на стыках лепестков кораллового цвета. Лепестки сиреневого цвета нужно опустить немножечко вниз. Как бы изогнуть их, чтобы скрыть гладкую часть и цветок был распущенным, раскрытым. За счет этого добавляется еще и объем. И, пожалуйста, следите за тем, чтобы пластика, которая у нас нагромождается внизу, не закрывала петельку. Если где-то пластика прикрывает петельку, подрежьте, пожалуйста, там лезвием или иголочкой освободите петельку, чтобы потом последствия могли подвести туда, на соединительном колечке, бусинку. Пока я цветы размещаю вниз головой на губки, запекать мы их будем в другом положении. И приступаем к формированию второго цветка. Второй цветок мы собираем по аналогии с первым. Единственное, что прошу вас, следите за тем, чтобы размер цветов соответствовал. Это две сережки и цветы должны быть идентичные. Особенно это касается нижних фиолетовых лепестков. Посмотрите, чтобы лепестки были раскрыты одинаково и объем был одинаковый у двух цветов. Всю лишнюю пластику внизу мы подрезаем, как я уже говорила, убираем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» И запекать мы будем цветы так, чтобы они смотрели вверх. Ни в коем случае не вниз головой. Я для этого выбрала молд глубокий, вставляю туда цветочки петелькой внутрь молда. И в таком виде я их буду запекать. Но перед запеканием нам нужно облагородить еще внутреннюю часть сиреневых лепестков. Для этого мы наносим жидкую пластику и делать это удобно иголочкой ровно по центру фиолетовых лепестков до их серединки. Промазываем пластикой и затем наносим на эти места желтый флок. Если флок вы нанесли больше, чем жидкой пластики, ничего страшного. После запекания мы все это сдуем, все это уйдет. А флок, который попал на жидкую пластику, он запечется и намертво уже будет держаться в цветке. Флок мы нанесли и теперь смело, прямо на силиконовой молде, можем отправлять наши цветы в духовой шкаф на запекание. Время температуры обжига смотрите на упаковке вашей полимерной глины. После запекания мы даем цветочкам остыть и теперь собираем сережки. На соединительное колечко мы подвешиваем красивую бусинку и фиксируем эту бусинку в петельке, которая расположена под цветком. Аналогично подвешиваем бусинку и на вторую сережку. Сверху на пин мы надеваем маленькую прозрачную бусинку, желательно такого же цвета, как и бусинка внизу. Отмеряем 7 мм длины пина от верхней части прозрачной бусинки и тонкогубцами делаем петлю. В этой петле мы закрепляем швензу. Вторую сережку мы собираем аналогично первой. Ну вот и все. Наши серьги готовы. Посмотрите, какие они получились легкие, воздушные и невесомые. Это получилось такое прям нежное весеннее украшение. Ну и летом эти сережки будут как нельзя кстати. Граненые бусины очень красиво переливаются на солнце и вы не останетесь незамечены в таком украшении. Друзья, надеюсь, что этот урок вам понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал и конечно же следите за новыми мастер-классами, которые уже скоро появятся на моем канале. С вами была Русалина. Всем пока и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok